Даже не знаю с чего начать, столько контента завезли просто нереально. 7 июня очень крутое глобальное обновление Грация. Lineage 2 Mobile. Добавлен новый мировой аукцион. С помощью мирового аукциона можно торговать с персонажами, которые находятся на других серверах в рамках одного мира, то есть кластером. С помощью мирового аукциона можно продать предметы героического ранга и выше. Мировой аукцион работает независимо от текущего сервера и аукциона. То бишь мы нажмем аукцион и вот видим сверху появился мировой аукцион. Только комиссия видим в орденах славы, очень интересно. Налог такой же, 8% получается. Также 30 вещей. Прелесть этого аукциона то, что он между 6 серверами. И видим фиолочку сразу тут уже повыставляли на продажу. То бишь со временем он будет наполняться все больше и больше и краснушка будет все дешевле и дешевле. Очень круто. Добавлена система зарядом души высокого качества. Заряд души высокого качества действует так же как обычный заряд души, но они мощнее. Заряд души высокого качества можно получить с помощью создания и использовать 60 уровня. Вы 60 только взяли, вас убили, вы все равно можете там 59 и вы сможете использовать этот заряд души. Если нажать на ячейку зарядом души, мы видим обычный, который новенький, который крафтится. Чтобы его создать 5000 зарядов души стоит 3000 кристаллов и 20 улучшенного кристалла и 1 миллион адены на создание. 100% шанс и так же вы можете создать 50000 зарядов души при помощи кристалла исключительного качества, который создается за обычные кристаллы и реликвия энергия, которая падает с паков. Пока я не тестил, но я с ними точно фармить не буду, но я зашел в настроечки и посмотрел очень интересную функцию. Автоиспользование зарядов души в пвп, то бишь, если у вас будут включены обычные заряды души, то в пвп оно будет автоматически переключаться на эти заряды души, я так понимаю. При наличии обычных зарядов души и зарядов души высокого качества, первыми будут использоваться заряды души высокого качества. То бишь, по идее, должны переключаться, но я не тестил, не знаю. Но я так понимаю. Ну, автоиспользование, то в пвп они будут включаться именно заряды души высокого качества. Налог с мирового рынка будет засчитываться в замок Аден. Представьте, кто владеет замком Аден просто. Также добавили новое пробуждение. Это уже пятое пробуждение. Этот астер предназначен именно для этих новых зарядов души. Заряд души высокого качества. Ну, он макс хп дает, тут игнорирование увеличения урона и дальше увеличение урона от оружия. Астер вообще бесполезный для пвешников. Ну, пока я не вижу смысла его апать. Ну, я апну где-то четвертый, там, ну, такое же, ну, по мелочи вообще, как бы. И все, наверное, остановлюсь на этом. Начинается первый сезон Грация. Под 200 тысяч Аден на 70 уровне. Вот это покорение межкластерное, я так понимаю, проходит каждую среду с 22.30 до 23.00. Ну, я там побегал, конечно, такое. Полчаса одного моба поубивал. Мне точности, как бы, не хватает. А мобы, которые стоят именно по кругу вот этой сейв-зоны, то там тоже вроде по мобам попадаю, но урона не хватает. То такое, не знаю. Очень крутой контент именно для забущенных игроков, потому что там очень много вкусных плюшек. Там и вот эти новые соски можно в NPC покупать. Разные вещи и крафты новых агатионов, короче. Ну, это очень там вкусненько. Очень вкусненько. Босс Таути в командном центре появляется 22.00 в субботу. Он исчезнет через 2 часа после появления. Если его не убить. Побеждают босса Таути, с него падают свиточи на 400 игроков окружающих. Ну, кто его заюзает. И мы видим, что в свитке случайная награда. Это сундук сокровища Метаути. Магический камень командира старшины новичка. Грации какой-то выпадает. Зелье пробуждения. Ну, случайная награда. Новая валюта. Ну, карты класса. Магические чернила легендарные. Ну, вы сами понимаете. Сундук сокровища Метаути. Знаки поручения 50.000. Ордена 100.000. Знак командира Грации 420 штук. Реликвия энергии. Ну, вот это, наверное, вкусненько, да. Ну, вкратце. Грация это временная зона. Будут битвы за разные части земли. Ну, такое что-то. Новый контент всегда прикольно. Вот, видим. Командный центр. Станция управления энергией. Лаборатория механизмов. Награда отправляется по почте только тем членам клана Альянса, которые участвовали в захвате. Сундук командира с наградами за захват. Кто захватывает центр, тому дают сундук командира. Ну, и там дальше. Сундук старшины и новичка. Смотря что будет захвачено, а каким Альянсом. Так, сундук командира. В сундуке будет сундук с героическим камнем улучшения. Сундук с картами высшего качества. Слушайте. Три штучки. Ордина, знак поражения права. Угу. Так же дальше. Сундук с картами высшего качества. Только уже два. И видим наградов меньше. И сундук новичка самая маленькая награда. Члены Альянса, захватившего спорную зону, получают особый положительный эффект. Действующие до начала следующей битвы, тому Альянсу. Бонус опытов и защиту, точность, увеличение урона от умений. Это будет каждая область типа давать или чё. Так же будут там NPC стоять, которые будут давать баф на 5 часов. Командир, старшина и новичок. В каждой зоне свой будет NPC, у которого будете брать баф. Выполняя поручение, свитка, поручение, захвата. Можно получить в Лосовине Инхаса 20к. Энергия. Знаки. Вот тоже знаки. За эти знаки вы там покупаете разные темы. Знаки командира, знаки старшины и знаки новичка. Можно получить с определенной вероятностью. За счет непонятно. Короче, случайная награда. Я так понимаю, от 20 до 140. Короче, вы можете получить случайная награда. Ну, не знаю, интересненько. Интересненько. Получается, сегодня первая атака будет у торговца в лобби. В грации можно получить различные предметы за знаки командира, старшины и новичка. Короче, это очень интересно. Это надо разбираться, покупать. Что профитней, что нет. Там и агатионы, там части на... Ну, крафтовые части на агатионов покупать у NPC. Это надо все углубляться, смотреть. Это очень интересно. Также мы видим, там есть у NPC, свитки такие интересные. Героически редкие, которые покупаются за адену. Ну, это я так понимаю, там же их проходить. Но я покупать пока не хочу, не знаю. Надо узнать, что это за свиточки. Потому что если это будут свиточки именно охоты монстров в этой грации, я уверен, это так и будет. То такое, там, ковырять моба по 5 минут одного не. Вот и агатионы новые. Белая ласка, стражник, захватчик. Вот вот эти чертежи покупаются у NPC. Нужно, на белую ласку нужно 100 чертежей. Искусный чертеж агатиона. Стражник, захватчик всего 40. Так, и самое интересное сейчас. Так, где она, белая ласка. Шанс успеха 10%. А страж-захватчик 5%. То бишь, стража-захватчика еще сложнее скрафтить, чем белая ласка, я думаю, будет. За смерть во время захвата штраф не накладывается. Очень круто. Будет нереальная битва бустов. То есть, будут все стоять насмерть. И у кого круче буст, тот и победит, я думаю. То без страха можно умирать. Только это во время захвата. Также там ячейки быстрого доступа для специальных предметов. Свитков призыва души. Полку, Торфен, Суцептора ядра, Чудовичный дракон. Это такие свитки, которые крафтятся. Вот такие вот свитки призыва души. Суцептор телепортирует. Торфен в корни берет. Очень крутые свитки, которые помогают при осадах. Также добавлена обитель Альянса. Которая стоит 30 миллионов в месяц. Знаки преобразования агатиона можно купить за ордена славы у торговца в обитель Альянса. Интересные знаки. С помощью предметных знаков переобразования агатиона можно создать новых агатионов. Я понял. Для мифических классов добавлено умение достоинства. Макс хп, оно очень интересно. Добавлены новые умения владения оружием. Вот мы перешли, наверное, к самому интересному. Я так понимаю, каждому классу добавили вот такой вот филл скилл, который можно создать, естественно. Этот филл скилл просто нереальную кучу адены потребует, чтобы его создать. К примеру, возьмем танка. Они, ну, все одинаковые. Вот на 5 минут, да? Имперское владение мечом. Вот такой магический артефакт нужен. Тут бонус опыта. Весь урон. Очень вкусно. Снижение урона. Ну, чтобы создать этот магический артефакт, нам нужны вот такие вот части. Фиолетовая магическая эссенция, которая продается у бокалейщика, блин, за 30 миллионов. Один вот такой порошочек стоит 30 миллионов. Нам нужно скрафтить вот эти все части. Вот одна часть скрафтится с одного такого порошочка. Шанс успеха 5%. Это невероятно просто. Я не знаю, сколько это времени у фри игрока уйдет. Я просто не представляю. Так, следующая часть скрафтится с 3. 5%, понимаете? Один раз попробовать скрафтить 100 миллионов адены. Кристаллы, ну, 3000 за один крафт тоже. Улучшенный кристалл. Дальше идем. Пятый осколок. Рецепт создания оружия гиганта. Это просто невероятно. И шестая вещь. Синяя краска. Ребят, подорожание на синюю краску, то смотрите, там может скупите. Давайте посмотрим. Синяя краска, я думаю, она еще дороже будет. Да, ребят. Вот такой вот скилл. Чтобы его скрафтить, нужно очень много адены. Ну, очень много адены. Плюс кристаллы. Кристаллы. Улучшенный кристалл. И шестой, наверное, самый дорогущий будет. Это с синей краской. Ну, у кого какая удача. Может просто кто-то 6 раз нажать и скрафтить это все. А кто-то может, как я, к примеру. Вот возьмем пробуждение. Я хочу первый скилл пробудить. Я просто уперто хочу первый скилл пробудить. Но я уже потратил около 30 тысяч, наверное, на это пробуждение. То такое. Так, книга наследника. Увеличение урона от оружия и умений по 5%. Две редкие, две героические. Сопротивление агрессии и безмолвию. Новые мифические умения наследника. Также добавлены новые умения. Я героические только зачитаю, легендарные не буду. Класс с одноручным мечом. Выдержка героические. Игнорирование увеличения урона 5%. Сопротивление урона области 5%. Сопротивление удержанию 5%. Сопротивление смятению плюс 30%. Одноручный меч. Класс с двуручными мечами. Крещендо выносливости. Так, это активный скилл. Увеличивает боевое сопротивление в зависимости от макс хп. Чем больше у персонажа хп, тем мощнее эффект. Точность в ближнем бою физзащиту и шанс двойного урона в зависимости от текущего хп. Так, гладиатор. Добавляется редкое умение, которое увеличивает урон от оружия. И шанс двойного урона плюс 5%. Это очень великолепно. Также вот добавляется феникс. Вот такое, смотрите. Время действия 6 секунд. Пробуждает силы, дремлющие в парных мечах. Помогает справиться с слабостью. Цель на себя. Время действия 6 секунд. Отменяет эффекты массового контроля. То магии держитесь. Аномального состояния ниже легендарного ранга. Хаос он не отменяет. Время перезарядки 1 минута. Время действия 6 секунд. Вот, круто. Я думаю, легендарные вы сами почитаете. Потому что это уже как бы индивидуально. Такие скиллы, короче, которые нужно изучать. Как они работают. Класс с древковым оружием. Гнев войны. Позволяет менять технику владения древковым оружием. Изменяет действия своих умений. Режим обороны сделает вас опорой для союзников. А режим бесстрашия превращает в свирепого воина. Вселяющего страх сердца врагов. Так, давайте посмотрим, что же за эффекты. Так, это эффект защитника. Уменьшает длительность аномального состояния. Урон от оружия 10%. Сопротивление урона от умений 10%. Режим бесстрашия. Увеличивает длительность аномального состояния на 10%. Не, неплохо, неплохо. Круто. Идем дальше. Нож. Фатальный взрыв. Еще масуху ножу дали. Усиливает смертельный удар. Позволяет наносить урон ближайшим врагам. А также с определенным шансом накладывает эффект яда и снижение скорости. Цель 5 врагов. Время действия от 10 до 15 секунд. Снижает скорость на 2-3 секунды. Фактор сопротивления аномальное состояние. Так, идем к лучникам. Лучнику добавили редкий скилл, который будет срабатывать раз 8 секунд. 15 мп. Цель до 3 врагов. Время действия 3 секунды. Фактор сопротивления аномального состояния. Выпускает замедляющую стрелу в цель и окружающих врагов. С определенным шансом уменьшает их скорость. И героический скилл. Дух снайпера. Пассивный скилл, который дает шанс удержания. Шанс аномального состояния. Точность в дальнем бою увеличивает урон и шанс наложения отрицательных эффектов при использовании на определенной дистанции. Умений мощный выстрел. Замедляющий выстрел. Импульсивный выстрел. Арбалетам дали героизм. При двойном попадении с негативным шансом увеличивает урон от умений и шанс тройного урона. Ничего себе тройной урон, слушайте. Баф на себя. Жрущий 6 руды духа. Класс с арбом добавлено. Новое синее умение. Вот такое умение. Усиливает стрелу ауры. Стрела ауры. Это такой скилл, который срабатывает каждые 5 секунд. Теперь это массуха. Теперь до трех врагов. Очень круто там. Типа джанжментом собираете, этим добиваете. Очень прикольно. И так же героические. Это что такое? Усиливает групповое лечение. До 8 окружающих членов группы, окружающих членов клана и альянса. Усиление группового лечения. Магам дали щит мудреца. Время перезарядки минута. Уменьшает получаемый урон от умений для нескольких атак. Короче на себя такой щит накладываете. Используя мудрец старейшин, чтобы создать магический щит. Мощная атака может уничтожить щит раньше, чем он исчезнет сам. Время действия 10 секунд на себя. Оставшееся время перезарядки и сброс перезарядки. То есть восстановление заклинаний на него не работает. Так, по скиллам все. Теперь добавлены новые классы. Легендарный. Шунайман легендарный. Парные мечи. Кинжал. Вот такой вот герой добавлен. Что это за рабыня из аура? Ну пшайбет какой-то. Нож глад со всеми пробудами. Очень круто. Добавлен нож арбалет со всеми пробудами Роши. Симпатичная темная эльфеечка. Варки с пробудами. Всеми пробудами для красного героя. Йети белая ласка и стражник захватчик. Два редких и улучшены. Все гатюны крафтятся. Вот видим белая ласка. Стражник захватчик. Кто ты такое? Сын Чубаки. Вот что вы так долго ждали. Вот этот ежедневный бонус. Видим первая награда. Это на восстановление оружия, которое вы сломали до 3 мая. Ну я красный не ломал. То я взял, восстановил 9 пушку и попытался заточить. И я скрафтил героический свиток за счет оружия 10. Ну кто не знает, что если заточить синее оружие на 10, ты можешь его поменять на героический рецепт создания предмета. А за эти рецепты создания предмета ты можешь крафтить МЖ Бежу. То я на пол шажка к одной МЖ Беже. Ну там не только МЖ Бежу можно крафтить. Но в целом я стремлюсь именно к МЖ Беже. То очень прикольно. Меня бустанул вот этот подарочек очень хорошо. И те, кто ломали там героические какие-то предметы на 8, на 9 или на 10 даже. Пытались заточить, чтобы получить именно с героического оружия легендарный рецепт. То тоже очень круто. Также они растянули. Видим только на 8 день дают трай на Агатиона. Там легендарного или героического. Смотря кого вы трайли. Трай это кто не знает, что такое трай. Это когда это синтез. Вы синтезите вот к примеру еще одну карту мне. И я смогу 4 красных на фил героя. То же самое с Агатионами. Мы синтезим вот этот такой билетик, который дается на 8 день на Агатиона. Ну и финальная награда за 15 день. Это ежедневный бонус, который вы заходите. Просто забираете каждый день. Но это вы сами понимаете. Чтобы привлечь старых игроков, новых игроков. До 28 числа этого месяца этот билет сгорает. То вы можете его просто перекрафтить вот такую вот карту. Которая даст вам случайного Агатиона редкого качества. Что есть тоже хорошо. Как мы также видим разные награды интересные. Позволяет провести преображение класса шанс успеха, которого... Вот тут что-то непонятно. Чем больше у вас неудачных синтезов, тем выше шанс получить класс более высокого ранга. Что интересненькое написали. Они тоже иногда пишут такое непонятное. То именно на класс будет золотой билет леет для попытки трая на класс там героический или легендарный. В зависимости какой у вас был трай. Вот будет на 15 день. Но первый день они подкинули восстановление оружия, украшения и доспеха. Вы можете восстановить один предмет, который пожелаете. Который был утерян. Донат на ежедневная помощь. В конце вы получаете гарантированно красного агатеона. Очень крутая донатная помощь. Я бы приобрел бы ее. Я наверное ее приобрету. Ежедневный бонус. Первая карта дает на агатеонов и на классы по 6 раз, я так понимаю. Краска, которая нужна для крафта скиллов наследника. Также и для нового филл скилла, который состоит из 6 частей. Тут видим реликвии, хорошо падает тоже 400 реликвии. Ордена, знаки поручения. Но ордена вкусная и рунка на выбор тоже очень неплохо. Перед финальной наградой улучшены легендарные кристаллы души. И финальная награда случайный героический агатеон. Очень крутая награда. Добавили новое подземелье. Храм Ундины. Зона безопасная. Также попадает кристалл, лучный кристалл и магические фрагменты нового измерения. За которые мы создаем вот такие вот камушки, которые идут там в коллекцию. Такое подземелье, которое начинает быть доступным с 30 уровня, потом 50, 55, 60, 70 точки ухода. Время подземелья 1 час. Вот 607 адены. Видим донатное бежо. Там также дают очень много опыта. Вот 450 тысяч из аэлиток 650. И адену. Неплохо. Так, идем дальше. Что у нас тут? Также пассивные бафы. На время ивента до 21 июня будут бафы. Положительный эффект энергии 100%. Получаемый опыт плюс 20%. Получаемые адены плюс 20%. Тоже очень круто. Очень. Два бафа, которые пассивные. Что накопление энергии, что получение опыта и адена. Также добавили пропус грации. Видимо такие вот мешочки. В нем есть. Реликвия энергии. Следующая антикварная вещь. Магические фрагменты нового измерения. Также море виталки. Но тут блески дают очень прикольно. И финальная награда. Это дают кусочки на рецепт героического оружия, доспеха, украшения. Две блески на оружие и на броню очень прикольно. И море виталки. Статуя бласовений, которая дает на 4 часа баф. Это такая статуя в городах, которая будет стоять на время ивента. Весь урон плюс 2. Снижение урона плюс 2. Точность плюс 2. Дальше. Писемка, которая будет приходить вечером в 9 часов. Энергия инхасад. Сундук приключений. Я думал, тут дадут часы на храм Ундины. Но, конечно, они зажлобили. Можно сказать, зажлобили часики. Очень много вкусностей там падает, я бы сказал. А так, расходнички. Период проведения ивента. Число взносов альянса увеличено с 3 до 5. Также пиши, что я пропустил, потому что очень много информации. Я мог что-то пропустить. Я буду тебе очень благодарен, если ты мне подметишь, что я, возможно, пропустил. Донат магазин. Так, урна с прахом разработчика. Все стандартненькое. Которое доступно на уровнях с 1 по 70. Бонус опыт. Увидим. Хотят, чтобы вы быстрее качались. Великвия энергия. 1000 очков пробуждения. Благословенная святая вода. Энхасад. Доступно на уровне 50 и выше. Позволяет получить. Ну, все про нее знают. Да, я думаю. Доступно с 50 уровня. Накидывает энергию Энхасад. 1500. И дополнительно еще аппает левел. Ну, процент. В зависимости. Дополнительно накидывает очень много опыта. Карты класса от улучшенной до легендарной. Также Агатиона. Перейдем к самим пакам. Потому что в паках символ грации. А символ грации мы добавляем в коллекцию. А коллекции очень крутые шансы на урон. Ну, как всегда. Ребят, давайте. Кошелечки. Кошелечки. Расчехляем быстрее. Видим коробки с медалями. За которые можно скрафтить различные предметы. Кстати, героические скиллы можно. Ну, с шансом там 10%. Можно ирановские, урановские героические скиллы. Скрафтить. Вот. И чтобы его скрафтить, мне нужно. Ну, шанс 10%. А всего-то ничего. Нига магии. Буря 3. Цепной выстрел. Быстрое натяжение. Ага. А вот, смотрите. Как раз с новыми скиллами. Сундучки тоже. Шанс 10%. 240. Вот таких коробочек. И шанс скрафтить. Новые скиллы красные. Нужно хотя бы 2 пака купить, чтобы попытаться скрафтить 1 скилл. Тут никаких акций нет. Видим ордена. Ну, стандартная ордена. Знаки поручения. Кристалл. Улучшенный кристалл. Судук способен высшего качества на выбор. Реликвия энергии 200 штук. Ну, очень вкусные паки. Такие коллекции закрывают. И шанс скрафтить новый скилл, который... Ну, он пвпшный. Если брать для мага, он пвпшный. В пве он мне не нужен. Ну, тоже хотелось бы его против всяких нубчиков воевать. У каждого найдется враг своего же буста. На любом сервере, я уверен. В котором вы воюете. То как бы хотелось бы тоже этот скилл, конечно. Ну, карты. Улучшенный легендарный. И героический по 3 штучки. Ну, также и на классы. Вот такие вот обновления, ребятушки. С вами был Розе. Пиши свои комментарии. Делись своими впечатлениями. Обнова очень неплохая. Очень много контента. Как для среднего игрока, так и для донатящего игрока.